Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Я уже задавал вопрос Я думаю, что происходит сейчас на дорогах Это, мне кажется, вообще Катастрофически То есть дороги чистят очень плохо Допустим, там улицу Володарского В районе Блюхера Где КТК уже больше недели Что-то там копает И люди ездят по тротуарам И машины ездят по тротуарам По дворам Там аварии, там загибают всякие столбики Там вообще дороги не чистили Я, честно говоря, не знаю Просто люди уже обсуждают в интернете Обращаются к руководителям региона Мол, давайте какой-то спецрежим вводить И бросать все силы, имеющиеся На то, чтобы Разгрести этот снежный коллапс Хотя бы более-менее разгрести Хотя бы надо взаимодействовать Всю технику основного Нашего подрядчика и всех субподрядчиков То есть пока, честно говоря, я этого не видел Чтобы активно это все работало И, судя по прогнозу погоды Сегодня не последний день Нет, завтра Сегодня с ночи еще поварит снежок И завтра до обеда будет очень сильный снегопадик Еще один у нас В общем, пока мы ставим Далеко не положительную оценку Нашим коммунальным службам Которые работают Надеюсь, что работают сейчас На уборке города от снега Мы Андрея пригласили Для того, чтобы поговорить о новациях В сфере ЖКХ Мы будем делать это не последний раз Конкретным поводом Для нашей сегодняшней встречи С Андреем Воробьевым Является его участие В Гайдаровском форуме Это ежегодная международная Научно-практическая конференция Она проводится еще с 2010 года Собирает ежегодно Огромное количество Чиновников, общественников Специалистов В разных отраслях экономики И так далее И мы, насколько понимаем В этом году Большое внимание было уделено Как раз таки коммунальной сфере Новациям, инновациям Направленным на то Чтобы Сфера была как можно более эффективной И так далее Но сейчас мы поговорим Об энергоэффективности Да, шла большая беседа В рамках Гайдаровского форума Ну я так понял, что на одной из площадок Вот такая тема была выделена, да? На одной из секций, да Как раз была экспертная дискуссия Которая называлась Повышение энергоэффективности Как приоритет развития экономики России То есть экономики вообще в целом? Да, то есть Прям с выходом, да? То есть у нас же На глобальные масштабы такие У нас же еще, по-моему В 2008 году был указ президента Чтобы к 2020 году Снизить энергоемкость Валово внутреннего продукта На 40% Это такая была амбициозная задача Которая мы понимаем Что она не выполнится Это точно Зачем ставить задачи Заведомо невыполнимой Задачи, конечно, ставить надо Большие и крупные Это понятно, да? Но вопрос-то в том Что надо ведь Когда ставишь задачу Каким-то образом И пути ее решения Находить сразу Перед тем, как ставить Так называемую стратегию Да, собственно говоря Дорожную карту Как сейчас говорят За 10 лет Вот как говорил Первый спикер На этой секции Игорь Башмаков Это исполнительный директор Центра энергетической эффективности В Москве Они занимаются аналитикой Это по всему миру В этой сфере По энергетике Это масштаб только столицы Или российскими в целом В целом проблемами Занимаются По всему миру По всему миру Да, в том числе по России То есть это реальный эксперт Один, наверное, из самых лучших Не только в стране Но и в мире Он даже лауреат Нобельской премии То есть это очень серьезный эксперт Я бы даже сказал Это, наверное, лучший был спикер Ну, не просто В этой секции, скажем так Или вообще На этой секции Это очевидно Так как я был Далеко не на всех Секциях Гайдарского форума Поэтому не могу сказать В целом про форум Это как в анекдоте Чтобы разорваться, что ли Так вот У него была Замечательная презентация Замечательное выступление Где он показал Что вот Как раз указ Вот этот президент Который был нацелен На снижение Энергоемкости ВВП Он За 10 лет Не просто Не выполнялся А энергоемкость Даже выросла Да, чуть-чуть За счет чего? За счет увеличения Объема производства За счет увеличения Экспортного Потенциала Наших энергоресурсов То есть Вся вот эта вот Перекачка нефти Газа Производства Алюминия И других ресурсов Она же требует Больших мощностей Электроэнергии Назвольте сейчас вспомню И других ресурсов Умные слова Есть путь интенсивный Есть экстенсивный Вот мы сейчас Ведем речь Видимо об экстенсивном Когда мы расширяем объемы Когда мы расширяем объемы Вот это как раз Причем Тут следует отметить Что еще там В конце 18 века Там наши печи Старинные Деревенские По всему миру Обладали самым высоким КПД Там где-то 25% А все эти там Камины европейские И прочие там Американские Там где-то 9-10% По обогреву помещения По обогреву То есть мы Были практически лидеры По всему миру Но мы там и остались Вот в том времени Мы были только лидерами Да По печкам Может быть до сих пор Лидируем Кто его знает Ну у нас Кстати да В области еще Достаточно Большой процент У кого печки установлены И кстати я им завидую Ну да Своя печь Это то о чем сейчас Наверное мечтает Огромное число Жителей и городских Да Чтобы не платить За центральное отопление А заботиться только О комфорте И увидеть в своем доме И здесь Одновременно Сразу же напрашивается Вопрос Медленного роста Темпов уровня газификации Нашей области Да То есть это 40 С хвостиком процентов Уровень газификации Ну это Мне кажется Позорно мал Ну Миллер в ноябре приезжал Он пообещал Что Там по моему Сумма Была 500 миллионов Внимательно будет Газпром К нам относиться И помогать будет По моему 500 миллионов в год Он говорил Что пойдет Софинансирование Я напомню Что Где-то В 2014 В 2015 И 2013 Там было Софинансирование Порядка миллиарда рублей То есть у нас Был стабильный Рост уровня газификации Порядка По моему Одного процента Одного процента Пункта в год То есть сейчас По моему Меньше Ну там Насколько я понял Возникли определенные Взаимонепонимания С Газпромом По некоторым вопросам И так как я понял Я как понял Что раз Кировская область В каких-то вопросах На встречу не пошла То и Финансирование Нам скинули Но это так сказать Но этих тонкостей Мы до конца не знаем Это предыдущее руководство Так скажем Регионом Да Предыдущее руководство Давайте сейчас Быстро небольшую паузу Сделаем Андрей Воробьев Член общественной палаты Кировской области Участник Гайдаровского форума Который накануне Как раз только завершился В столице Мы продолжим Очень скоро Возвращаемся К подведению Итогов Гайдаровского форума И еще Мы только начали Говорить О сути той секции В работе Которой принял Участие Наш гость Андрей Воробьев Продолжим По повышению Энергоэффективности Было интересно Выступление Анатолия Чубайса Которое Нужается В представлении Известно Я думаю Что практически Каждому По крайней мере Тот Кто Года рождения Там Середина 80-х И старше Он сказал Что Чтобы решить Вопрос По повышению Энергоэффективности В целом По энергосбережению В стране По снижению Энергоемкости ВВП страны Что одновременно По докладу Предыдущего Спикера Приведет К росту Экономики К росту ВВП И так далее То есть Это очень серьезно Он сказал Что необходимо Сделать две вещи Так Первое Это Резко Поднять Все тарифы То есть На электричество На воду На газ На тепло На газ Цель Чем выше Тариф Тем меньше Тратишь Тем меньше Срок окупаемости Какого-либо Проекта По энергосбережению По повышению Энергоэффективности Например Если вы захотели Установить Тепловой Автоматизировать Тепловой узел В своем Многоквартирном доме Там поставить Датчики Контроллер Чтобы В зависимости От температуры А температуры Нужно Воздух Это все регулировал То чем выше У вас будет Тариф на отопление Тем быстрее Ты почувствуешь Экономию Тем быстрее Он окупится Тем больше Будет экономии Вот И По электроэнергии Аналогично Допустим С заменой Ламп Накаливания Или энергосберегающих Ламп на светодиодные Как у нас Сейчас планируется Масштабный проект По городу Который От Ростелеком Выиграл Кстати Модератор На этой секции Как раз был Директор Паверос Телеком То есть В Москве Так Вот это первая Задрать тарифы Задрать тарифы Задрать тарифы Причем Анатолий Борисович Эта реакция Такая была Неоднозначная Реакция так раз Была однозначная Потому что Просто взорвался Вся Россия взорвалась Ну опять Чубайс Опять деньги хочет получить Я бы не сказал Потому что Спикеры Которые там были Там еще был Представитель Фортума Да Это крупная Теплооснабжающая Компания Они так Поддержали Да Действительно Они конечно Они конечно Поддержали Да А второе Что он предложил А второе Он сказал Что необходимо Вводить Массовые запреты То есть Например Я напомню Что у нас был закон Он и сейчас есть Об энергосбережении И повышении Энергетической эффективности 261 Еще от 2009 Года Он Вводил Массовый запрет На установку Ламп накаливания Было дело С поэтапным снижением С лампочками Ильича Хотели покончить Запрет На 100 ватт Потом Через сколько-то лет Там 80 Ну точнее 75 ватт Запретили 100 ватт И появились 95 ватт Да 99 ваттная Которая до сих пор Используются Во многих И стоят дешевле Да Кстати работают Как ни странно Довольно долго Вот Он сказал Что необходимо Все запрещать Все что не энергоэффективное Все запрещать То есть Запретить Всех Старые телевизоры Старые холодильники Бытовую технику Советского производства Это все по логике Надо запрещать Запрещать Все энергоемко Да Пацана Все что Энергоемко Приобретение Установку Это надо все запрещать Понятно Эксплуатацию Никто не запретил Все в сумме Напоминает Знаменитый анекдот Помните был такой вопрос Как сделать Чтобы корова меньше ела И давала больше молока И ответ на это Тоже два пункта Меньше кормить И чаще доить Мне кажется Предложение Анатолия Борисовича Оно какое-то похожее Вот на это Меньше кормить То есть все запрещать И чаще доить То есть больше денег брать Вот Ну Тон Такие два метода Привел Сказал что Если их В совокупности Применять То у нас Это все Задвигается Заработается И как говорится И маховик К желаемой цели В этом есть Разумное звено Потому что Мы будем вынуждены При таких ценах Условно говоря При таких запретах Просто заниматься Энергосбережением Единственное Что он Не учел Что все Мероприятия По энергосбережению Они требуют Достаточно больших денег Которых У большинства Это населения Нет И Здесь Необходимо При внедрении Таких технологий Обязательно Участвовать Государству В субсидировании В какой-то Компенсации При Реализации Таких проектов Государству Либо энергокомпаниям Сами Да А что непосредственно Могут субсидировать Если говорить О жизни О частной жизни Каждого из нас Покупка Энергосберегающих Фонд Содессия Реформирования ЖКХ Он выделяет Деньги Например На энергоэффективный Капитальный ремонт То есть До 50% Софинансирования В денежном выражении Но не больше 5 миллионов рублей То есть Например Если вы захотели Сделать Фасад Вентилируемый То есть Утеплить его Или например Ту же автоматизацию Теплового узла Вы например Вкладываете Миллион рублей И еще миллион Вам доплачивает Государство То есть Это достаточно Серьезная И мощная поддержка Или там Обогреваемую крышу Кровлю Обогреваемая кровля Она неэффективна Нет Подожди Что там Нужно делать Чтобы не скапливался Снег Утеплить Утеплить Кровлю Да Вот То есть Это достаточно Хорошие механизмы Которые Пока есть Вот И ими нужно Пользоваться Почему-то У нас В этой части В нашем регионе Как-то Очень слабо Идет пропаганда Этого механизма И Как-то Не стремятся Помогать Там Многоквартирных домам Вот получать Эту помощь От государства А факты-то Есть уже такие Есть прецеденты Это довольно Сложно что ли Получается Было получено Именно в Кировской области Не то чтобы сложно Просто надо сначала Потратить эти деньги То есть Произвести мероприятие Сделать отчет Посчитать в программе Экономию Эти все документы Предоставить Там фонд капитальная В ремонт Или в региональное Профильное министерство И тогда уже вернется Потом они Позвонят Отправят туда В фонд ЖКХ В фонде ЖКХ Рассмотрят И через какое-то время Может быть Если там Все будет правильно А вдруг там найдут Не ту цифру И скажут Ребята Извините Вы не подходите Рискованно И поэтому Анатолий Борисович Сказал Что перспективным До 2024 года Будет у нас Развитие Возобновляемых Источников энергии Что также Вызвало Какую-то Не совсем Понятную реакцию Можно даже Понять Опять же У кого Да Мы понимаем Что у нас Вот эта вот Управляющая компания Роснано Занимается Во-во Я хотел спросить А что Анатолий Борисович У слова-то дали Генеральный директор Госкорпорации Роснано Что-то тут Про энергоэффективность Говорит Роснано занимается Конечно Ну я напомню Он на двух секциях Рассказывал О себе И Ну не о себе Видимо все-таки Нет Он В том как раз И говорил В том числе Говорил о себе Как они С господином Виксельбергом Построили завод Хевел В Чувашии По производству Солнечных батарей Которые Предполагали Себе Полный Трансфер Технологий Из Швейцарии Этого завода По производству Солнечных панелей Потом они Заказали За сколько Они купили Потом они Заказали Научную Научно-исследовательскую Работу Фистехи В Москве Которая Эти панели Адаптировали Под российские Условия И Тем самым Повысили КПД Эти панели С 9 До 23,7 То есть И сейчас По его словам Эти панели Входят В топ-3 В мире По КПД По энергоэффективности И они Сейчас идут Полностью На экспорт Только правда Он не сказал Куда на экспорт Может быть В Казахстан На экспорт Туда где солнце Больше Наверное Купить Иностранную технологию Начать производить Проект на экспорт И все Направлять за границу Такой китайский вариант Ну они конечно И в России установлены Потому что Нельзя продавать То что Непонятно Работает или нет То есть Это все равно Апробация Она есть И в некоторых местах Она установлена Вот Но Стоит отметить Следующее Что По солнечной Инсоляции Анатолий Борисович Нас Уверял Что Она такая же Как в Берлине В Мюнхене Еще в каких-то Группных городах То есть В Челябинске Например Больше солнца Чем в Мюнхене Челябинск довольно Южный город Ну если смотреть Как раз по параллели Южный Урал А еще он отметил Что у нас Страна холодная Но солнечная Но не темная Но не темная Что у нас Облачность Ну небольшая И поэтому Вот у нас Самое Что ни на есть Лучшее место Для внедрения Солнечных панелей Ну так может Пора переходить От слова к делу Ну я думаю Анатолий Борис Чего бы спросил Да Он кстати По поводу дела Сказал И Так даже понял Что это Такое достижение Что к 2024 Году Доля Возобновляемых Источников энергии С помощью Силы Роснано Достигнет В энергоемкости ВВП 0,5% Немного Какая огромная цифра Немного Если вспомнить Что помнится Президент Медведев Требовал Когда переводы Тоже на возобновляемые Источники энергии Биотоплива Он сказал Что должна 10% Достигнуть Эта доля Сейчас правда Про это забыли По-моему тоже Но 0,5% Как-то очень Немного Получается Я вот Напомню В свое время Тогда По поручению Губернатора Где-то В 2010 Году Мы делали Исследования По Кировской области По Как раз По возобновляемым Источникам Энергии Что конкретно Исследовали Исследовали Применение Солнечных панелей И ветроустановок По того области По генераторам Да То есть Пришли к таким выводам Что Эффективность Солнечных панелей В Кировской области Вообще Не представляет Никакого Экадемического Интереса То есть Неэффективны Неэффективны Да При наших 60 солнечных Днях А по поводу При нашей легкой облачности Он сейчас Посмотри на эту Легкую облачность А по поводу Ветрогенераторов У нас Нашлось Одно место В Светлополянском районе Это где Ветлополянск Это Светлополянск Это Светлополянск Это Верхнекамский район Верхнекамск Да Где Скорость ветра Там Порядка была 7 по-моему Метра в секунду Там При средней Что-то там 3,9 Метра в секунду По области То есть Постоянно дует В общем Место где Постоянно дует Да Ну там Мессия Никто не живет Динамическая Ну понятно Я тоже там жить не стал Вот И поэтому Стоимость Там Генерации Транспортировки Трансформации Теплоэнергии Когда уже Непосредственно Чтобы ей потребитель Мог пользоваться Она уже получается Настолько высокая Что и в принципе И это неэффективно Вот И Обсуждали Такие моменты Там Например Как Там В северо-восточных Регионах Страны Стоимость Одного киловатт-часа Доходит до 80 рублей За один киловатт-час Напомню У нас Примерно 2,60 2 рубля 60 копеек С домами Где электроплиты Где-то там 3,60 Это где газовые Газовые подняли 3,80 Ну да 3,85 По-моему Вот И то есть Государство Таких потребителей Субсидировало До 80 тысяч Рублей в месяц Ух ты Только вот Как раз На жилище коммунальные Услуги То есть Это Достаточно Как бы Большой ущерб Идет бюджету Региональному И поэтому Как раз Внедрение Какой-то микрогенерации И каких-то установок Которые там Эффективны Это действительно Необходимо Но Почему-то пока Проведены все исследования Игорь Башмаков Об этом говорил Проведены все исследования Понятны Все места Все регионы Где это можно использовать Да Где солнечные батареи Там на юге Те же ветряки Где-то там Это ветряки И они могут питать Соседние регионы Да Не только себя обеспечивают Ну это Хотя бы себя На первую Как минимум себя То есть Они все известны Все исследованы Все понятно Но ничего не устанавливается Туда все равно Тянут провода Туда От провода От электростанций И поэтому У экспертов-то Возник такой вопрос Что Давайте может сначала Хоть с этого начнем С тех мест Где уже понятно А потом уже будем Будем замахиваться На масштабы Там всей страны Исследовать Неизведанные Да И не очень перспективные Территории В общем далеко нам Видимо еще до Вот этих европейских пейзажей Когда в той же Испании Целые поля Ветряков-то Там со всех сторон Море и ветер Всегда есть Там Плюс это В Амстердаме Если вы были Там едешь И везде Эти ветряки Там либо поля ветряков Либо поля тюльпанов Одно из двух Но это-то Такое Немножко Абстрактное Да И может быть Не совсем касается Жителей Кирова Кировской области А вот когда Чубайс Сказал о том Что Необходимо Внедрять Социальную норму По Энергопотреблению То сразу уже Все активизировались Потому что Все У нас ведь ее внедрили В качестве эксперимента Нет? Вот Я очень рад Что ее не внедрили И не внедрили Отказались от этих Да В свое время Бывшему губернатору Никите Юрьевичу Белых Я написал в Твиттере Тогда пошел Массовое внедрение Этой социальной нормы Что Планируете ли вы Внедрять в Кировскую область Он мне на следующий день Ответил Нет И в этот же день Издал указ О расформировании Рабочей группы По По подготовке По реализации Этой инициативы То есть Это Честно говоря В тот момент Очень сильно порадовало И до сих пор У нас Такой Реализации Этой идеи нет Вот Он сказал что Суть заключается в том Что Больше 300 кВт часов Если потребляет Домохозяйство То есть Квартира в месяц Идет По обычному тарифу По электроэнергии Все что выше Оно увеличивается Примерно На 10% Это Чубайс сказал Да Предложил Да Но это еще и до Чубайса Было известно А просто он сказал Что это единственный выход Решить проблему Перекрестного Субсидирования Когда промышленные Предприятия По сути Платят по более Высокому тарифу И тем самым Закрывают Частных лиц Да Это компенсирует Затраты Населения И Одновременно Опять же Решаются вопросы Энергоэффективности По ему мнению По его мнению Да То есть Ты опять же Не хочешь платить По повышенному тарифу Начинаешь экономить То есть будешь покупать Светодионные лампочки Кстати Отмечу Новые холодильники Выбросишь старую технику Телевизор Они стали очень доступны То есть Сейчас там По моему Кто Это светодионные лампы А ну Последний раз Я покупал 12 ваттные Я покупал 5 штук 100 рублей Там 80 с чем-то рублей Покупал 5 лампочек То есть Раньше они были По 350 там рублей Ну где-то Лет там По моему 5-10 там назад То есть Достаточно доступно Нам пора на рекламу Сходить После которой Дабы еще ближе Быть к людям К народу Я все-таки Предлагаю поговорить А что каждый-то из нас Может сделать Для повышения Энергоэффективности Вот о лампочках Уже заговорили Продолжим Через полтора минуты Ну что продолжаем Наш энергоэффективный разговор Как раз Перед перерывом Владимир Предложил перейти Так сказать От высоких материй От больших Ближе и понятней Каждому из нас Собственно говоря К жителям Кировской области Вот что Конкретно Я например Да Или ты Андрей Или Владимир Что можно вообще делать Для того Чтобы эту самую Энергоэффективность Повышать Ну если начать Со своего жилища Со своей квартиры Частного дома То прежде всего Самым эффективным На мой взгляд Мероприятием Как мы уже сказали Это замена ламп на светодиод Это самое банальное Самое простое Но и самое эффективное Ну по-моему Ну я конечно опасаюсь Претендовать на правоту Но по-моему Большинство уже Все-таки перешли На эти Лампы По моим ощущениям Я не соглашусь Нет Не большинство Потому что Ну у меня в доме Главное накаливание То есть С кем вы общаетесь Я имею ввиду Городских жителей Мне кажется Что уже больше половины Все-таки используют Именно их Хотя я повторюсь Я не претендую Конечно На стопроцентную правоту Я думаю Что все-таки Еще у нас Эльвинная доля Это Лампы Энергосберегающие На которые Переходили Как раз После Принятия закона Об энергосбережении 2009 года Ну и конечно У нас Еще очень много Ламп накаливания А на производствах Там и Подавно Еще остались Дуговые Ртутные Лампы ДРЛ Так называемые Ну и тоже Лампы накаливания Вот По Воде В виде Энергосберегающих Мероприятий Есть Специальные Насадки На Краны Которые Уменьшают Струю Потому что Иногда Не обязательно Полностью Открывать Кран Чтобы Струя На полную Мощность Бежала Пока Ты там Руки Мылишь Чтобы Умыться Чтобы Посуду Помыть Или еще Что Насадка Там Такие Струи Воды Такие Небольшие То есть Это все Регулируется Но С эстетической Точки Зрения Они Каждому Это Подходит То есть Какие-то Специальные Насадки Устанавливают Коды Допустим Там Хороший Смеситель Стоит Но Кто-то Может Установительно Недорого Стоить И В принципе Экономить Но С той Стоимостью Воды Которая У нас Сейчас Есть То есть Тариф 20 7 рублей Да Условно Это Конечно Экономия Не сильная Экономия Получится Не сильная Больше Вода У нас Не особо Дорогая Скажем Так Пока Чубайс Еще Не поднял Да Ну Кстати У них Там Хуже Всех Там Наверное В плане Инвестиций Потому что Тарифы Действительно Ну Для Это Для развития Водоснабжения Низкие Для населения Они До сих пор Остаются Достаточно Высокие А вот Именно Для развития Всей этой Инфраструктуры Там Не хватает Денег В этой Так Электричество Вода Ну По электричеству Да Мы сказали Про воду Про тепло Вот Мы уже говорили С вами В предыдущей передаче Что есть Сейчас возможность Устанавливать Индивидуальные Счетчики Тепловой Энергии В домах Общедомовые Нет Мы сейчас Пока говорим Про квартиры Про индивидуальные В каждом Жилище В каждой квартире Пока это возможно Да То есть Счетчики Индивидуальные Где горизонтальная Разводка Правда Таких домов Не так много Порядка 10% Сталинки И там Другие дома Ну понятно Там так называемые Распределители Которые устанавливаются На каждую батарею Там Считают Специальные коэффициенты И потом Пропорционально Этим коэффициентам И потреблению Общедомового Прибора учета Вы платите Свою долю Ну тогда Есть смысл Еще и дома регулировать Собственно говоря Горячее Холоднее Да Поставить терморегулятор На каждую батарею И тем самым Ты если Хочешь Побольше температуру Ты заплачешь больше По факту Если ты хочешь Поэкономить Или например Дома не живешь Можешь по максимуму Перекрыть Батарею уехать И соответственно Практически ничего Не заплачешь Кроме Общедомовых нужд Там еще Специально добавляются По формуле Общедомовые нужды Вот это На мой взгляд То что касается Квартиры Ну а если это Еще частный дом То конечно Опять же Банально Но Установка Пластиковых окон Вместо старых Деревянных Но при этом К ним я бы добавил Специальные Такие Вентиляционные Клапаны Они Очень легко Монтируются Там стоят Порядка 800 рублей Но зато Позволяют Добиться того Что стекла Там не будут Запотевать Будет Вентиляция То есть Свежий воздух Который тоже Необходим Потому что Как мы знаем В деревянных Окнах Там была Естественно Так сказать Вентиляция Через них За счет щелей Потом Намерзание Эту влагу Надо как-то Отводить Баночки Разрешенные А что касается Ну не будем Вдаваться В детали По индивидуальным Домам По частным Там есть еще Там можно Там можно Все что угодно Там можно Да много И утепления Крыши И там Котел Там газоустановить Там где-то Возможно И всякие Там другие Мероприятия Скважина Водоотведение Что касается Многоквартирных домов Опять же Мы говорили В начале передачи О том Что необходимо Максимально Использовать Механизмы Энергоэффективного Капитального Ремонта То есть Использовать Бюджетные Деньги Да Если их еще Дают Вот Пока их еще Дают Потом Нужно Обязательно На мой взгляд Заниматься Автоматизацией Теплового узла Даже если Не получается Через фонд Капитального Ремонта Ну В этом виде Софинансирования Или если Нету Инвестора Через Энергосервисные Контракты Ну Я думаю Это наши Слушали Что это такое Вот То Лучше Найти Деньги Разово Или договориться С поставщиком В рассрочку И на общем Собрании Принять такое Решение О том Чтобы автоматизировать Тепловой узел Потому что Это все очень дорого Цена вопроса Да Цена вопроса Зависит От проекта От сметы Ну Давай какую-нибудь В среднем Ну грубо Допустим От 500 От 500 Тысяч До миллиона Рублей То есть Это Раскидывается На весь дом И соответственно Где-то Через 2-3 года Эта сумма Окупается Вот Эти вложения Это же при нынешних Ценах Да При нынешних ценах И потом уже вы начинаете экономить. То есть вы начинаете платить, может быть, вы будете столько же, но потреблять вы будете меньше. А почему столько же? Потому что тариф у нас растет. А, потому что тариф растет. Я хорошо сказал, платить будете столько же, потреблять меньше. Тариф растет, да. Это одно из ключевых, на мой взгляд, мероприятий, которые имеют, по сути, наименьший срок окупаемости. Ну и относительно невысокие капиталовложения по сравнению, например, с утеплением фасада. Допустим, строительство вентилируемого фасада. Это достаточно дорого и срок окупаемости очень большой. Отдаленный. Тем более красивые очень фотографии из сухого лого из Продолжского. Видел ее? Где утепленный фасад с ветром сдул. А, вот так-то она упала. Да, да, да. Это как раз я там бывал в этом городе. Это классная, прям реальная фотография. Я сначала думал, что это в фотошопе нарисовано. Нет, нет, там потом история, да, город, адрес, все там есть этого дома. Причем сухой лог всегда был тем, что там свой цементный завод, да, как-то даже не сочетается, это знаешь. И вот даже напомним, мы на рабочей группе в общественной палате по контролю за тарифами как раз вот на этой неделе обсуждали консессионное соглашение, потенциальное, которое планируется подписать. Итог этого собрания какой-то достаточно неоднозначный, насколько я понял. Ну, там итога как такового не было. То есть были наши только рекомендации и предложения. То есть взять городу инициативу в свои руки. То есть так как он собственник своих муниципальных сетей, он должен формировать задание, что нужно отремонтировать, в какие сроки, какие деньги. И, соответственно, уже потом это обсуждать с инвестором, а не ждать, пока инвестор скажет, я хочу вам сделать вот это за такие-то деньги. Я предложил такой вариант, что, во-первых, надо схему теплоснабжения связать с генеральным планом развития города, чтобы не получилось так, как в Коминтерне построили дома для переселенцев, и установили газовую котельную с нереально высокими тарифами. — Ну, кстати, сейчас и удачный момент, потому что новый генплан-то готовится. Вот как бы сейчас увязать бы все эти вещи между собой. — Да, это очень важно. Мы потому что сначала строим, а потом думаем, как подключить. То есть мне кажется, что это не совсем правильно. А во-вторых, как раз предложил такой механизм, чтобы при модернизации тепловых сетей, при заключении конституционного соглашения, чтобы при росте тарифа, это понятно, он будет расти. А потому что просто так деньги никто вкладывать не будет. Нас заверили представители администрации города, что не больше 4,5%. — Но администрация города не регулирует тарифы? — Но она регулирует в том числе в соглашении объем инвестиций, который будет запланирован на 19-20, на 35 лет в общем. — Хорошо, она отрегулировала объем инвестиций, а потом региональная служба по тарифам утвердила тариф не на 4% рост, а на 9, скажем. — Но это ведь известно. Если у вас это миллиард рублей инвестиций в год, то понятно, что в 4,5% никак не уложится. А если у вас там 200-300 миллионов до 500, то это как-то можно уложить. То есть эти известные цифры, допустим, каждые 100 миллионов рублей инвестиции, это примерно 2% роста тарифа. — 2% плюсом. — Да, по информации из РСТ. Поэтому было предложение такое, что если рост будет тарифа, то стоимость платежки, например, за отопление, расти для потребителя не должно. Чтобы это произошло, надо как раз внедрять энергосберегающие мероприятия. То есть при неросте доходов у населения или, допустим, при небольшом его росте, нельзя повышать тарифы выше уровня инфляции или уровня их доходов. — За чей счет внедрять эти энергоэффективные технологии? — Надо создавать условия. Надо не просто условия создавать, а еще и участвовать бюджетом. — Вот о том, что в начале говорили, что бюджет должен в этом участвовать. — Бюджет должен участвовать, помогать за финансирование. — Заинтересован хотя бы потому, что иначе им приходится компенсировать высокие затраты. — Именно то. И нагрузка, которая нереальна, просто на бюджет ложится на высокие тарифы, на покрытие межтарифной разницы. То есть те стандарты для населения, которые устанавливают у нас муниципалитет и экономически обоснованный тариф, вот эту разницу у нас покрывает областной бюджет. Это очень большая идея. — Это большая идея. — То есть, чтобы их сократить, надо одновременно эти механизмы и условия создавать. — В том числе и использовать опыт соседних республик. — Спасибо. На этом завершаем программу «Дневной разворот». Андрей Воробьев, член общественной палаты Кировской области, руководитель некоммерческой организации «ЖКХ-эксперт», эксперт СРЖКХ. Через 20 минут программу «Культпоход». Сейчас новости. Не прощаемся. Продолжение следует...